Друзья, сегодняшнее видео будет необычным. Я хочу поделиться с вами историей о том, как меня уволили. Я долго не мог найти другую работу, стал банкротом. В общем, были сложные времена. Я знаю точно, что для меня это были самые черные дни в моей жизни. Это продолжалось несколько лет, и я не знал, как я с этим справлюсь. И я решил поделиться этой историей. Вдруг, если сейчас у вас тоже жизнь не сахар, то вы поймете, что вы не единственные, кому в жизни приходится преодолевать проблемы. Давайте начнем. История начинается в 2004, я только что закончил служить в армии и переехал жить в Украину к своей невесте. И ее родители думали, что вообще этот парень собирается делать по жизни. И тогда я решил, что пойду учиться бизнесу. Так я попал в Техасский университет. Я оставил своего сына и жену в Украине и сказал им, что сейчас мне надо сконцентрироваться на учебе, чтобы изменить жизнь. И я многому научился по бизнесу и остальное. Но вот что я понял, что люди, которые учились со мной, они рассчитывали на то, что получат хорошую работу, когда закончат университет. Попадут на интернатуру в одну из топовых компаний типа Goldman Sachs, McKinsey. Но лично я не очень понимал, как это все работает и я не хотел проводить еще год вдали от сына и жены. Тогда я вернулся в Украину. У меня был некий план в голове, но в целом я не зарабатывал и очень переживал о том, что же я буду делать в 2007-м, когда я должен был уже выпускаться из университета, потому что меня не ждала работа. И вот я попал на вечеринку. Там был мой друг. Он представил меня своим друзьям семьи, у которых был свой бизнес в Висконсине. Тогда я подумал, что сейчас сделаю презентацию и посмотрим, как оно закрутится. Им было интересно со мной пообщаться. Я переехал, купил дом и решил ближайшие три года я проработаю на этих ребят, чтобы помочь им с бизнесом. Это была хорошая сделка. Они предложили мне 10% от компании. Я работал как собака. Первые три месяца по 12 часов в сутки, 6 дней в неделю. Я чувствовал, как я вкладывался в эту компанию. И это было интересное предприятие. Они занимались влажными салфетками. Да, теми самыми, которыми вы вытираете задницу. Я не был в восторге от этого, но вот что мне нравилось, так это другая линейка салфеток, которые используются для линз на камерах. Я увлекался фотографией в то время и понимал, сколько есть фотографов и что они готовы хорошо заплатить, чтобы ухаживать за линзами своей камеры. У них также была другая компания, которая также занималась салфетками. Они делали салфетки, которые пахли как земля. Они нужны были охотникам. Когда ты на охоте, то тебе не надо, чтобы твое оборудование пахло. Поэтому ты протирал себя и свое железо этими салфетками, чтобы от тебя пахло землей. И олень не испугался, учуяв запах. Я очень вдохновился этим всем. У меня было много разных идей и я решил устроить собрание. Я им рассказал, какие у меня мысли, где мы находимся и какие перспективы. Я помню этот день как сейчас. Я собрал вместе трех владельцев и на том собрании они меня уволили. Я вообще не ожидал такого поворота и даже не мог никак осознать, что только что произошло. Сейчас вам покажу. Меня уволили прямо вот тут. Вот это та фабрика, откуда меня уволили в том, далеком 2007-ом. Я помню, как я им говорил, что надо начать общаться с клиентами, вести блог и делать продажи напрямую. Но они не понимали эти идеи, я был в шоке. Затем этот шок превратился в злость. Кто были эти люди, если они были настолько глупые, что не могли заглянуть в будущее? После этого злость превратилась в страх, потому что я не знал как быть. Моя семья должна переехать сюда. Через три недели я должен был уже с ними встретиться и ехать отдыхать в Хорватию. Как теперь я могу это позволить? Я начал искать быстро любую работу, но ничего не было. Я настолько был смущен, что не смог сказать своей жене, что произошло. Я тогда решил, что мне необходимо найти способ вытащить себя из этой ямы. Я никому ничего не говорил, пока не приехал в Украину. Я сел рядом с ней и сказал, что я тебя отвезу в эту страну, но у меня там ничего нет. Я потерял работу, я не знаю, что буду делать. У меня была паника, я подумал, что она меня бросит. Но она осталась и сказала, что мы найдем выход, а сейчас мы просто поедем и насладимся нашим отдыхом. А ты все сможешь разрешить. Она была абсолютно права. Если вы смотрите это видео, вас не определяет то, что произошло у вас в жизни, особенно в ситуациях, которые вы не можете контролировать. Я знаю, что многие из вас лишились работы из-за того, что происходит сейчас в мире. Но вот в чем суть, всегда есть возможности. Моя жена сказала мне, знаешь, у тебя есть так много идей для этих компаний. Как насчет того, чтобы ты придумал еще пару идей? И когда мы были в Хорватии, я залез в интернет и нашел несколько компаний, которые продавали костюмы через интернет. Мне это было интересно, потому что я купил свой первый костюм, когда был в Украине, и когда я ходил в университет, меня вдохновляла эта идея. Я успокоился и понял, что есть что-то еще. Так я основал свою первую компанию в 2007 году. Мы вернулись в США, и я потратил свои небольшие сбережения на то, чтобы сделать сайт по костюмам. Но этот бизнес не пошел. Мы с женой вложили в него всю свою душу, и мы старались поднять эту компанию в течение трех лет. В какой-то момент бизнес зарабатывал 100 тысяч долларов, но у нас было 105 тысяч долларов затрат, и это никак не масштабировалось. И мы поняли, насколько плохи дела только тогда, когда у нас собралось долгов на сотни тысяч долларов. Я вынужден был объявить о банкротстве, потому что ничего другого уже не оставалось. Но вот в чем дело, потому что меня уволили, и потому что мы прошли через все эти трудные времена. Банкротство не было настолько страшным, каким я думал, что оно может быть. Да, это было трудно, но я понял, что благодаря этому получились удивительные вещи. Первое, мы получали трафик на свой сайт, я понял, что у меня получается создавать контент. Мне нравилось писать и говорить с людьми о мужском стиле. Так я подумал, что может в этом есть возможность для развития. Я стал писать для блога, который назывался «Art of Manliness». Может, вы даже видели некоторые мои статьи на нем. Бретту нравились мои посты. Он мне говорил, «Тони, твои посты набирают больше всего трафика». Пожалуйста, напиши еще несколько постов. Так я решил создать свой личный блог. У меня был мой сайт с костюмами, и я создал новый сайт. Может, вы о нем слышали, Real Man Real Style. Но мне не нравилось писать, мне нравилось снимать видео. Тогда я увидел Аарона Марино, который создавал видео. И я сказал себе, что смогу сделать видео даже покруче, чем он. Так я начал создавать все эти видео, затем я сказал себе, что сделаю минимум сотню видео, посмотрим, что получится. В итоге я сделал 200 видео, и знаете что? У меня набралось миллион просмотров. Это заняло у меня целый год, чтобы все это сделать. Но, боже мой, мы получали весь этот трафик. Затем я познакомился с Аароном, он стал моим другом. Я продолжал делать видео, и тогда он мне сказал, что я должен начать брать с людей деньги за рекламу. Но я еще сомневался, будут ли они платить. Обувная компания Пол Эванс, они стали моими первыми спонсорами. Я им сказал 3000 долларов, и я вам сделаю второе видео. Потому что я для них уже сделал один ролик, и они сразу попросили снять еще одно видео. Когда я выслал им счет, то они сразу же заплатили мне. Тогда я понял, что у меня есть бизнес. Я начал продавать курсы, начал учить мужчин, как лучше одеваться. Мы начали делать 1000 долларов на курсах, на электронных книгах, которые мы продавали по 47, 97, 200 долларов. Господа, так неожиданно все начало налаживаться. Не буду врать, это заняло у меня годы, чтобы все нормализовать. Но рядом со мной были люди, друзья, семья, которые меня поддерживали. Я переехал жить в маленький город, и у меня никогда не было больших затрат. В месяц я трачу около 2000 долларов. Я езжу на той же самой машине, которой у меня уже 20 лет. Я покупаю все за наличку, я выкупил свой дом. Почему? Ну когда я проходил через банкротство, я понял одну вещь. Если я не могу купить что-то за наличку, то я не могу себе это позволить. Поэтому я очень экономный. Вместе с Аароном мы создали конференцию ManFluential. Я создал медиакомпанию ManFluential, которая стала очень прибыльной. И, пожалуй, это мой самый успешный бизнес. На RealManRealStyle мы продолжали снимать все эти видео. У нас было 20 миллионов просмотров, 100 миллионов. Я преодолел отметку в 1000 видео, потом 1500 видео. Мы заработали свой первый миллион за год, затем у нас был еще один год с миллионом, затем еще один. И все это потому, что меня уволили. Я не работаю на эту компанию, которая делает салфетки для задницы. Так что если бы эти парни меня не уволили, то я бы не записывал это видео сейчас. Я не смог бы познакомиться с миллионами мужчин по всему миру. И я бы не смог обучить всех этих ребят, как заправлять свою рубашку, как подкатывать рукава, как им стать тем человеком, которыми они хотят быть. Бриллианты формируются при помощи высокой температуры и давления. Вспомните Ганди. Если бы он не отправился в Южную Африку, он тогда бы, наверное, стал просто успешным адвокатом. Но именно то, что его сняли с поезда и обращались с ним как со скотиной снова и снова в Южной Африке, привело его к желанию начать делать изменения. Он жил в Южной Африке, если не ошибаюсь, 21 год. Оттачивая свое мастерство, обучаясь тому, как жить в мире и без насилия, затем он привез все это в Индию и изменил мир. Вас увольняют, вы теряете свою работу, у вас не получается найти работу. Как это на вас отразится? Это послужит для вас поводом заглянуть внутрь и решить, кем вы станете. Озлобленным и закрытым или вы станете тем человеком, которым вы всегда хотели быть. Застегнете ремень по то же, вложитесь в образование, прочтете книги, посмотрите видео, пойдете в зал и сделаете еще один повтор, чтобы прокачать свое тело, прокачать свой ум. Решитесь и откроете свою компанию, о которой вы всегда мечтали. Или стартанете свою некоммерческую организацию. Делайте то, о чем вы всегда мечтали в своей жизни. Господа, я призываю вас пойти по последнему пути, а не поддаваться ненависти и попадать в ловушку, а это очень просто. Я сам проходил через такое, вместо того, чтобы найти и раскрыть свой потенциал и стать тем, кем вы мечтаете. Господа, у меня к вам есть просьба. Если вы потеряли работу или свой бизнес, если вы боитесь, что потеряете свою работу, то пишите об этом в комментариях. Потому что, когда вы делитесь своей болью, когда вы посвящаете других и показываете им, что происходит, то это помогает им понять, что они не одни. Потому что сейчас в мире миллион людей, которые потеряли работу, которых уволили без какой-либо причины, и они себя паршиво чувствуют и не самого лучшего о себе мнения. Они просто не могут найти работу, потому что на них нет спроса, несмотря на то, что у них есть диплом. А это реально может отразиться на самооценке. Но, когда вы делитесь с другими тем, что происходит и показываете им, что они не одни, то формируются более глубокие связи, которые помогают другим не впасть в депрессию. А наоборот, это позволяет людям почувствовать себя лучше, потому что они понимают, что они не одни, кто сталкивается с проблемами. Скажу начистоту, да, у нас в Realman Real Style пока все в порядке, но прибыль упала значительно. Мы еще пока не увольняем людей, но я вынужден снижать зарплаты в своей команде. Я сам сократил себе выплаты. Доходы по рекламе упали, но это нас сближает и я понимаю, что многие из вас страдают и проживают не самые лучшие времена. Знаете, друзья, я вас люблю и забочусь о вас. Вы очень важны. Вся эта депрессия и рецессия и что там еще будет, она не определяет, кто мы такие. Это станет частью вашей легенды, станет частью вашей истории. Тридцать лет спустя, когда вы будете рассказывать своим детям, как вы уволились, чтобы найти смысл своей жизни, чтобы начать делать великие дела. Это будет тот самый момент, который придаст вам стимула. Так что да, это будет то самое, что мы будем вспоминать с гордостью. То, как мы проявили себя и справлялись с этой ситуацией. Друзья, дайте мне знать в комментариях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова